Так, ну что ж, дорогие друзья, здравствуйте! Я приветствую вас в комнате компании Platincoin. Меня зовут Игорь, и сегодня у нас среда, 19.00 по московскому времени, и сегодняшний вебинар посвящен продукту, его уникальности, и в чем на самом деле его ценность, да, поскольку уникальность – это хорошо, но он еще и должен быть ценным, и это второе. И сегодня мы с вами разберем подробно, так, чтобы, знаете, можно было понять все. О, так, сейчас, одну секундочку, я выкручу все мессенджеры, чтобы они нам тут не перекали. Так, есть, выключил. И как раз-таки это будет удобно для новичков, поскольку человек, который впервые знакомится с рынком криптовалют, который впервые знакомится с технологиями блокчейн, с нами, с Platincoin, конечно же, интересно, чем мы лучше, чем мы интересны, и что мы такого несем в себе, чтобы с нами взять и начать сотрудничать. Насчет записи не уверен, не проверил комнату перед трансляцией. Это мой косяк, да, прошу прощения, поскольку в комнате работаем не только мы, да, еще и другие люди, и другие партнеры с других стран, поэтому она может быть просто переполнена. Ну, я не буду сейчас, да, залазить под капот, но мы уже с вами встречаемся. Хорошо, ну что ж, друзья, тогда давайте будем сейчас, приготовимся к внимательной лекции небольшой, и, конечно же, не забывайте про ваши вопросы, поскольку полчаса мы с вами познаем материал, и остальное время мы уделяем на ответы на ваши вопросы. Коих у вас может быть много, возможно, есть вопрос, который вас попросту интересует, не дает вам спать ночами. Вот, пожалуйста, можете его записать, и я на него отвечу в конце нашего вебинара. Либо же мне помогут коллеги, которых здесь уже немало, и, возможно, что даже люди из чата будут помогать. Так, хорошо, 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 спасибо, здорово. Так, давайте тогда, друзья, развернем слайд на полный экран, и смотрим касательно продукта. Сегодняшняя наша тема – это исключительно продуктовая часть. И продуктовую часть я бы хотел начать с, знаете, с некого вот этого первого слайда. Почему? Потому что сейчас, на сегодняшний день, если вы вот просто для себя узнаете, что же такое продукт на крипторынке, то кроме как самих монет, вам больше предложить никто ничего не может. Например, чем интересен блокчейн как продукт? Вернее, биткоин как продукт. Вот, пожалуйста, может быть, давайте сейчас сюда выделим одну минутку на размышления. Как вы считаете, какой продукт дает биткоин? Вот, что могут дать тысячи криптокоинов, которые сейчас находятся на бирже? Тысячи. Их тысячи просто посмотрите на данный слайд, и половину из них стоит биткоин. Так вот, тут просто, если вы не можете ответить, напишите минус. Если вы хотите что-то ответить, пожалуйста, напишите. Но я просто к чему вас хочу подвести? К тому, что, имея технологию, недостаточно просто быть этой самой технологией. Имея побочный продукт технологии блокчейн, такие как биткоин, ну это первый продукт технологии блокчейн, это тоже недостаточно. Поскольку, если у нас есть интернет, но мы не пользуемся, поскольку это отсутствие интернета. Недостаточно просто придумать интернет, это раз. Во-вторых, в этом интернете должно быть огромное количество сервисов, это целые рынки, это целые новые продукты, которые наполняют этот рынок. И вот мы, как раз таки, как Platincoin, эти продукты и создаем. Создаем сервисы, создаем продукты, создаем приложения. И интерес для нас, для всех, это, конечно же, возможность добычи коинов. То есть, поскольку самым ценным товаром на рынке технологий блокчейн является непосредственно сама монета, это основная часть, потому что чем выше стоимость монеты, тем, конечно же, интересна технология с другой стороны. То мы возвели вот некую гору, да, это наш некий рынок, это наше видение, наша миссия, когда мы забираемся на эту гору, на первенство этой горы с использованием технологий, с нашего комьюнити, с использованием и со сформированием инфраструктуры и подключением финансового рынка. Так вот, все эти четыре аспекта и есть тот рычаг, который вытягивает Platincoin на вершину горы. И знаете, сейчас огромное количество статей я вижу на очень авторитетных журналах, в очень авторитетных изданиях, которые уже открытым текстом говорят, а выгодно ли майнить, а нужно ли сейчас вообще майнить. И посмотрите на заявление Виталика Бутерина, посмотрите, пожалуйста, на решение других компаний, которые пытаются хоть как-то что-то привнести новое в этот рынок. Поскольку добывать биткоин уже сейчас без огромного вложения нереально, это попросту невозможно. Это возможно, но может быть на протяжении нескольких десятков лет вы что-то сможете на своей видеокарте, либо Core2 Duo что-то там сделать. По факту это попросту невозможно. Но привлекательный ли данный бизнес сейчас? Я думаю, что да. Если огромные корпорации выстраивают огромные залы, выстраивают огромные ангары и заполняют эти территории мощностями из видеокарт, из асикманеров, если это все заполняется, как говорится, есть предложение, есть спрос. И если бы это не было выгодно, этим бы не занимались. Но в качестве комьюнити, для комьюнити, для простого человека, который просто хочет на этом рынке что-то, где-то, как-то, не просто купить монетку, и пускай она у него лежит, а принять какое-то участие. Либо же своими действиями добывать, генерировать, майнить, минтить новые монеты. Вот это уже интереснее. И именно поэтому сейчас так много приложений касательно майнингового оборудования, касательно майнинговых ферм, касательно майнинговых видеокарт. Когда на любую выставку, неважно какого формата выставка, крипто-сообщество, там будет целый коридор из людей, которые вам пытаются втюхать целую сетку этих видеокарт от 1080 Ti, 970 и так далее, и так далее, и так далее. То есть, все хотят продать видеокарты, чтобы вы дома майнили, но, опять-таки, это оборудование ни в коем случае не гарантирует ваш доход. Понимаете, почему? Поскольку в этом бизнесе очень важную роль играет сама сеть, то есть сам блокчейн, его скорость, его сложность, его мощность, пропускная способность, нагрузка и так далее. А что же предлагает PlatinCoin? На волне актуальности майнинга, со стороны огромных игроков рынка, PlatinCoin открывает возможность добычи коинов простым людям. Нам с вами, простой любой человек, независимо от опыта, от знаний, от финансового положения, от возраста, и может возможность добывать PlatinCoin благодаря митинговой программе PlatinCoin. Это митинг юниты, их 7 штук, 7 вариантов. От мала до велика, от 107 евро до 9951 евро. Стоимость, как вы видите, она даже меньше, чем на рынке. То есть, если вы сейчас решите начать майнить тот же самый биткоин, вы не отделаетесь 10 тысячами евро, для того, чтобы хотя бы через год отбить данные вложения. А мы же предоставляем людям возможность добывать PlatinCoin уже со 107 евро. И причем, самая главная особенность у добычи митинга через митинг, это гарантированную добычу в полном объеме исключительно в платин коин. То есть, человек, который приобретает митинг юнит, получает, или как бы, обречен на постоянное генерирование монет на протяжении всего периода действия данного предложения. Оно действует 36 месяцев. И что включает в себя митинг юнит? Из чего он состоит? Смотрите. В первую очередь, конечно же, мы должны понимать, что без чего-либо невозможно что-либо производить. И когда человек оплачивает свой митинг юнит, он для себя, грубо говоря, получает что? Конечно же, это хардварная часть, это аппаратная часть, это железо, это серверная мощность на стороне самой компании. То есть, компания под него выделяет определенную мощность и на ней располагает уже контроллер, плюс вашу копию, личную копию вашего блокчейна. То есть, вы уже, грубо говоря, формируете новый узел в блокчейн сети платин коин. И ваш кошелек, на котором уже предустановлены монеты. Давайте посмотрим на количество монет, которые предустановлены уже в кошельках в каждом митинг юните. Что такое предустановленные монеты? Давайте просто-напросто решим, не решим, а просто поймем, что для того, чтобы добывать платин коины, посредством митинга, необходимо эти платин коины иметь на кошельке. Все. Но не на любом кошельке, а на кошельке, который имеет на это право. Так вот, человек, у которого есть либо PLC Secure Box, его кошелек, который загоняется в этот PLC Secure Box, получает аттестат на генерацию 10% годовых. Либо же это кошелек, который принадлежит конкретному митинг юниту. Итак, если у нас митинг юнит за 107 евро, в нем предустановлено 79 платин коин. По текущему индексу в 5 евро. Такой митинг юнит добывает 0,66 монет в месяц. Если мы берем платин Минтер за 9951 евро, в нем уже предустановлено 10 044 платин коина. Представляете себе этот объем. И эти 10 044 платин коина генерируют в месяц 83,7 платин коина. Это только лишь добыча. Помимо всего прочего, в митинг юниты заложены еще и голоса. О голосах я расскажу чуть-чуть позже. Да, вот так. Именно чуть-чуть. И смотрите, что происходит. Человек в момент оплаты митинг юнита у него запускается его рабочий процесс. То есть компания под него выделяет оборудование, выделяет мощность, выделяет все, что необходимо. И начинается ежедневный процесс генерации платин коин. То есть это те коины, которые непосредственно генерируются митинг юнитом. То есть это не те коины, которые откуда-то перетекают. Это именно непосредственно генерация, новое создание платин коин. Итак, что мы можем делать дальше с этими платинкоинами? Окей, давайте посмотрим теперь, что же дает нам первый продукт непосредственно Minting Unit. Он генерирует нам коины. Что мы можем с этими коинами делать? Конечно же, можем пойти на криптобиржу, на любую, пойти, продать, поменять на фиат, поменять на биткоин, поменять на альткоин. Кто на что хочет. Либо же пойти в онлайн-магазин, на наш маркетплейс, который вот-вот будет презентован, и обменять свои платинкоин на товары и услуги, которые предоставляются на этом магазине. Здорово, уже интересно. То есть, человек может попросту обеспечить себе ежедневный доход, выраженный в платинкоин. То есть, он постоянно будет каждый день получать определенный объем платинкоинов и может этот объем выводить на свой кошелек, который может быть на телефоне, на планшете, на ноутбуке, на его компьютере, на Mac, на Windows и пользоваться им. В принципе, как у нас есть банковская карта, есть новичка. То есть, мы вправе распоряжаться как нам угодно. Хорошо. Давайте теперь посмотрим доходность. Вот если мы сейчас делаем интерпретацию. Мы сейчас просто-напросто сравним, что нам дает ментинг и почему ментинг выгоден, чем просто купить платинкоин на бирже. Поскольку я уверен, что многие партнеры, многие из вас, многие новички тоже задаются вопросом. Окей, у меня есть 9951 евро. Что мне выгоднее? Купить платинкоин сейчас или же ментинг юнит приобрести и получать платинкоины посредством трех лет. Давайте посмотрим. Давайте просто сейчас разберем. Очень простой пример. Итак, ментинг юнит платинминтер за 9951 евро, самый интересный, самый прибыльный, самый высоко генерируемый, добывает каждый месяц, вернее каждый день 2,79 сотых платинкоина. На протяжении всего времени работы, это 1080 дней, мы добудем 3013 платинкоин. Умножьте сейчас на текущий индекс в 5 евро. Кстати, сегодня была смена индекса 76% на 77. То есть, дик-так, друзья, время потихоньку тикает. Это 3000 монет при условии, что человек взял ментинг юнит, когда индекс был 5 евро. Хорошо. Проходит месяц, индекс меняется на 10 евро, и соответственно в кошельке количество монет уменьшается, оно кратно двум. Для чего? Для того, чтобы гарантировать постоянную добычу этих коинов. То есть, смотрите, у нас индекс изменился на 2 раза стал больше, количество монет в 2 раза меньше сократилось. То есть, получаем некий баланс. В любом случае, мы присутствуем, мы имеем баланс. Итак, ментинг, который был при аренде в 10 евро, добывают уже в 2 раза меньше. Получается, он добудет 1506 платинкоин. При том, что ментинг, который брался в аренду при индексе в 5 евро, так и продолжает добывать 2.79 платинкоина в сутки. Если индекс меняется на 50 евро, ментинг за 5 евро продолжает приносить человеку 2.79. Ментинг, который брался в аренду за 10, продолжает приносить 1.39.5 платинкоина в сутки. А ментинг, который брался в аренду за 50 евро, при индексе в 50 евро принесет человеку за 3 года работы 301 платинкоин. Это соизмеримо с тем, что происходит на рынке сейчас. Но в этом плане добыть платинкоины может каждый человек. Все зависит от условий. Все зависит, конечно же, от объема и от стоимости. Это законный рынок, а по-другому быть не может. И теперь давайте просто сравним, что интереснее, что выгоднее из этой конкретной ситуации. Когда человек выбирает здесь и сейчас пойти на биржу, либо же здесь и сейчас оплатить ментинг юнит и получить свои платинкоины на протяжении 3 лет. Начиная сразу же с первого дня использования ментинг юнита. Просто давайте прикинем, просто посчитаем 9951 евро, мы разделим на 5, на текущий индекс, получаем 1990 платинкоин, если мы купим просто здесь и сейчас на бирже. Мы не будем учитывать комиссию, которая есть на рынке, мы не будем учитывать комиссию за транзакцию, за ввод, за вывод, за конвертацию. Давайте просто в сухую, без, грубо говоря, в грязную, без учета комиссии. В то же время, когда ментинг юнита приносит нам 3013 платинкоин, это гораздо интереснее, это гораздо выгоднее, потому что разница 1023 платинкоина. Если вы новичок, если вы впервые пришли на биржу и думаете, у меня сейчас есть 9951 евро, я понимаю, что платинкоин это классная компания, я понимаю, что платинкоин делает классные вещи. Я знаю, что они вырастут, куплю-ка я их сейчас, вот на бирже. Не хочу ментить, не хочу ждать, хочу здесь и сейчас. Но вы все знаете, что мой слоган на этот вебинар был каков? Слоган на этот вебинар был «Главное быть терпеливым». Тот, кто хочет все сразу, обычно не получает ничего. Я всегда перед вебинаром стараюсь подать какую-то идею, которая будет лить мотивом всего вебинара. И в нашем случае это именно протерпение. То есть, если вы здесь и сейчас новичок, без опыта, просто открываете аккаунт, проходите верификацию, проходите двухфакторную защиту, начинаете торговать на бирже, просто берете 9951 евро, идете на биржу, покупаете платинкоин. Мало того, что вы на комиссии потеряете большой процент, это не 0,2, не 0,3, это до 10% просто на комиссии. Так, во-вторых, вы подвержены, знаете, как говорится, есть люди, которые страдают, есть даже целые профессии, имитация бурной деятельности, когда вроде бы что-то происходит, а на самом деле ничего не происходит. Так вот, из-за того, что у вас есть деньги на бирже, вы подвержены риску, какому риску? Вы подвержены риску потерять эти деньги на этой бирже. Не важно на какой, поскольку новичок всегда, как только появляется у него новая какая-то информация, он сразу же начинает делать поспешные выводы. И точно так же происходит на бирже. Человек, получив первый раз, зайдя на биржу, просто у кого-то где-то услышал, что все, паника, пора продавать, продал, завтра оно выросло, блин, сейчас отобью, ничего страшного. Открывается торговля, начинается торговая деятельность, начинаются совершаться первые ошибки, и начинается первая потеря денег. Что такое потеря денег на бирже? Это попросту не угадать, это попросту по незнанию начать делать то, чего делать не нужно. Как правило, на бирже зарабатывают успешные люди, которые потеряли не одну уже тысячу евро, и они могут предсказать, они могут проанализировать, они могут, грубо говоря, сделать некий прогноз. Невозможно угадать, куда пойдет пара, невозможно угадать, куда пойдет цена. Это рынок, он непредсказуемый, может быть все, что угодно. Например, как сегодня, просто ба-бах, обвалилось, биткоин очень круто обвалился, отскочил, тем не менее, но все равно это был за полчаса просто катастрофический обвал. И новички в этой ситуации сразу же начинают сливать, сразу же начинают продавать, в то время как опытные люди могут попросту на этом заработать. Когда новички паникуют, когда новички начнут сливать, люди начинают на этом зарабатывать. И новичок, который придет на биржу, который увидит какое-нибудь колебание, что-то у него екнет, он начнет продавать. Завтра он решит отбить и еще раз начнет продавать. И еще, 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 и в итоге он останется с пустым депозитом. А еще есть такая штука, как маржинальная торговля, когда вам открывают кредитное плечо, и вы торгуете уже не на тысячу евро, а на десять, на сто. И, соответственно, ваш депозит тает просто на глазах, в случае, если вы ошиблись направлением цены. Поэтому, minting unit – это идеальное предложение для новичков, которые хотят быть на этом рынке, которые не хотят или боятся вообще познавать теорию биржевой торговли, которые заинтересованы в исключительном росте платинкоин. И они понимают, что я пришел сюда не на завтрашний день, я смотрю в будущее, я смотрю в завтра. Меня не интересует, что у меня есть здесь и сейчас. Я понимаю, что завтра мне будет лучше, и вот это как раз-таки предложение для вас. Это предложение для этих людей, которые знают, что этот рынок молодой, он только строится, и что здесь и сейчас, ну, это не работает так. Поэтому, друзья, minting unit – это на самом деле поистине уникальное предложение, поскольку minting постоянно работает. И я смотрю, что сейчас все наши коллеги по цеху, вот Виталик Бутелин заявил о том, что надо поменять концепцию майнинга. Нечестно, нечестно, друзья, надо поменять, надо сделать чуточку правильнее, чуточку демократичнее. Почему же мы эту возможность просчитали, и мы эту возможность дали всем своим комьюнити? И в нашей схеме, в нашей алгоритме, благодаря нашему блокчейну, могут таким образом манить, mintить, добывать платинкоин у миллионы людей, а не какая-то жалкая 100 тысяч человек, как это иется в расчетах Виталика, поскольку формуле, которую он приводил, он ориентируется именно на тысячу человек, а тысяча человек – это просто капля в море. Мы с вами идем в цифры, вернее, в числа, в миллиарды пользователей, но никак не в тысячи. Итак, мы знаем, что платинкоин добывать выгодно, мы знаем, что платинкоин добывать легко, и что платинкоин могут добывать все. А давайте теперь посмотрим на голоса. Что же такое голоса? Голоса, которые есть в каждом митинг-юнити, друзья. Сейчас мы должны понимать, что биржа Binance в этом году, по сведению источников, планирует декларировать прибыль в 1 миллиард долларов. Почему биржа? Потому что без бирж нет движения. Это раньше, в прошлом веке, биржа арендовали огромные помещения, арендовали огромные залы, и в этих залах, ямы их называли, люди кричали, орали, были экраны с сырьевыми товарами, с пищевыми товарами, покупай сахар, покупай тростник, покупай кофе, продаю кофе, покупаю нефть. Помните эти фильмы, помните все эти веселые моменты, все эти люди в пиджаках, того же самого Волкс, Волкстрит, когда он рвался к этой бирже, когда он хотел прийти, и тут на тебе, да, все, дефолт, все, биржи нет. Так вот, друзья, сейчас биржа работает по-другому. Это полностью онлайн ресурс. Сейчас огромное количество людей торгуют дома. И эти биржи обслуживают миллионы людей, которые торгуют в разных точках планеты, и являются, грубо говоря, аккумулятором всех этих заявок. И Binance, одна из бирж, которая делает миллиарды в сутки. Объем биржи Binance, а суточный объем торгов, это миллиарды долларов. Некоторые компании, такие как Coca-Cola, делают такой объем в месяц, а это сайт, платформа делает в один день. И декларирует в первом году своей деятельности доход в один миллион долларов, миллиард долларов. И что мы придумали? Что придумала компания PlatinCoin? Вот мы посмотрели в будущее и решили, что на самом-то деле не все так, как говорится... Знаете, для того, чтобы быть лучшим, нужно делать то, чего не делает никто. Нужно смотреть туда, куда никто не смотрит. И именно это PlatinCoin и сделал. То есть, на ранней стадии был проинвестирован огромный... Грубо говоря, мы стали генеральными инвесторами в одном уникальном проекте. Это проект «Новая площадка». Это некая Exchange 2.0. Это платформа по принципу «все в одном окне». Когда у вас есть не только лишь биржа, но еще и магазины, социальные сети. У вас есть привязка к вашим дебетовым карточкам. Вы можете покупать себе Lamborghini, покупать себе резину на Lamborghini, покупать китики для своего кота, не отходя из дому, не снимая тапочек с дивана. И при этом, если вы выходите на улицу, вы берете свою карточку, вы этой карточкой рассчитываете в ближайшем супермаркете. Вот к какому рынку мы с вами придем. Вот к какому симбиозу крипторынка, существующим финансовым рынком мы с вами придем. Биржа будет интересна в первую очередь профессиональным трейдерам, поскольку профессиональные трейдеры наполняют рынок деньгами. Простой, не хочу сказать школьник, простой студент, простой школьник, не принесет на рынок миллиарды долларов и не начнет делать капитальные обороты, просто торгуя. Нет, это все институциональные инвесторы. В 2013 году пришли братья Winkel Voss, которые инвестировали 12 или 11 миллионов долларов в гиткоин. Вот с того года пошло развитие. То есть нужны профессиональные игроки. Профессиональные игроки в первую очередь оценивают инструментарий, качество. То есть что им даст эта платформа. И для них наша биржа это просто совмещение всех существующих современных инструментов и расширенные в разы. Для новичков интересующихся это огромная аналитическая машина, где искусственный интеллект показывает точки входа, точки выхода. Если вы в этом не понимаете, ничего страшного. Вы должны просто понимать, что эта биржа нужна в первую очередь для того, чтобы не только мы с вами могли продать, купить свои коины, для того, чтобы большие, крупные игроки могли совершать свои операции абсолютно безопасно и абсолютно легко, без заморочек с офшорами, с другими прочими обменными пунктами, с другими вариантами, что для того, чтобы зайти на биржу, мне нужно сначала пройти 7 кругов вада, продать одну валюту, завести другую, конвертировать, отправить и ждать. Нет. То есть мы должны понимать, что мы должны сделать благо профессионалам, профессионалы сделают рынок и на этом рынке будем работать мы с вами просто в наслаждении. Но, друзья, вот смотрите, для того, чтобы данная платформа максимально росла, она имеет социальные сети криптомессенджера. Криптомессенджер вы уже видели, я его тестировал, мне посчастливилось получить от нашего тестового дела, от нашего дела разработки тестовую версию. Я попробовал попользоваться этим криптомессенджером, и, знаете, это просто уникальная возможность просто иметь социальную сеть в телефоне и переписываться, и отправлять при этом деньги. Да вот как вы сейчас отправляете своей маме, бабушке, внучке, дочке, жене, сыну, мужу стикер, я уверен, что вы используете стикеры, какие-нибудь там хайкетти, хайкетти, там манулы и прочие, 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 привет и с добрым утром, бай-бай и так далее. Вы это все используете, вы сейчас улыбаетесь, потому что вы это делаете каждый день. И представьте себе, что вы в один клик можете делать переводы биткоинов, лайткоинов, этериумов, платинкоинов. Это интересно? Представьте себе, насколько это интересно всему остальному крипто-сообществу, что они теперь могут, не заморачиваясь, не использовать в своем телефоне 20 тысяч приложений. В одном они переписываются, в другом они обмениваются, в третьем они заходят на какой-то VPN-сервис, чтобы поменять свои биткоины на другие монеты. Не нужно. В один клик, как стикер, и все. Хэш-транзакции получите. Увидели прогресс подписи транзакции? Получите все это в мессенджере элементарно. Хотите иметь кошелек биткоин? Пожалуйста, заходите в мессенджер, заходите в кошелек, генерируете, отправляете. Вам не нужно знать адрес кошелька. Вам нужно знать только имя. Представьте, насколько это просто. Если раньше мы с вами искали в гугле, переворачивали тонну информации о том, что какой кошелек мне выбрать, холодный, горячий, и закрывали эту статью, я закрывал. Я в первый раз, когда изучал биткоин, когда хотел завести себе биткоин кошелек, я просто-напросто закрыл страницу, потому что я не понимал. Мне это было страшно. Как это так? Какой-то биткоин-кор, какой-то еще биткоин, потом горячий, холодный, нужно погружать. Сейчас ничего не понятно, там, где я не понимаю, я закрываю и ухожу. И представляете себе, такая ситуация с каждым вторым, а то и больше. С каждым первым, исключение на 10-го человека приходится, а то и на 20-го, кто понимает в этом. Так вот, именно это даст возможность рынку вырасти в разы. В первую очередь, это будет полезно уже существующим игрокам рынка, а во-вторых, это будет интересно новеньким. В один клик, и вы уже участник крипторынка. А теперь, еще интересный момент. За то, что вы используете социальные сети и мессенджер, вам платят. Вы получаете коины в вознаграждение. И эти коины вы можете потратить на глобальном рынке. Хотите на биржу, не проблема. Хотите на глобальный рынок, хотите купить для себя и Маламборджини новую резину. Хотите, пожалуйста. И это уже сейчас реальность. Уже сейчас наше руководство посетило огромное количество конференций. Уже есть огромное количество статей, как европейских, так и американских, где про наш мессенджер, про наши продукты уже говорят. Мы уже даем интервью самому известному изданию CoinTelegraph о наших продуктах, о наших идеях. Мы уже анонсировали это ICO, эту биржу, эту платформу. Это и осенью. Друзья, это уже не за горами. Это уже вот-вот. И теперь представьте, мы знаем с вами, что биржа Binance делает 1 миллиард в день и заработает миллиард в этом году. А теперь представьте себе, что вот наша платформа, которая объединяет себе не только лишь биржу, как таковую, средства обмена, но еще и социальные сети, магазины, дебетовые карты. Представьте себе, что каждая транзакция приносит этой бирже плюс. И мы в своих расчетах, вот что такое голоса? Голоса это возможность получить вознаграждение за свою активность. Голоса это ограниченное количество, это эксклюзивное предложение. То есть на эту платформу было выделено 25 миллионов голосов, которые как раз таки и содержатся в каждом Minting Unity. Открутите сейчас ваши личные кабинеты и посмотрите, какой объем голосов у вас есть у каждого. И теперь давайте вернемся к нашей табличке. В качестве расчета мы взяли одну десятую часть от текущих доходов крипторынка. Если Binance за один год работы сделала 1 миллиард, мы же берем 100 миллионов, то есть десятую часть от существующего объема. Это в принципе доход уважающей себя биржи. В первый год 60 миллионов долларов. Мы взяли, выделили из этих 100 миллионов 60% под маркетинг. То есть маркетинговый бюджет составляет 60 миллионов долларов. И разделили количество голосов на маркетинговый бюджет. То есть наша программа на этой табличке просто ориентировочный расчет на 5 лет вперед. По 5 миллионов голосов на каждый год. Получается, что стоимость одного голоса от 12 до 24 долларов. То есть получается, что человек за все время работы с одним только лишь минтинг юнитом в среднем может получить за свою активность вознаграждение в 93 тысячи долларов. Это не круто? Это не уникальное предложение? Это не эксклюзивное ли предложение, которое не дает на рынки никто? Вы понимаете, что сейчас вот каждая биржа имеет какие-нибудь плюшки. Имеет какой-нибудь либо же свой токен, либо же еще какую-нибудь программу лояльности. Представьте себе, что эта программа лояльности это эксклюзивное предложение для участников платинкоин и только. И только до момента проведения ICO. В дальнейшем никаких голосов быть нет и не может. Это только исключительно для платинкоин, для нас с вами. Поэтому минтинг юнит в первую очередь интересен не только лишь, что он добывает нам каждый месяц платинкоины. Да, мы говорим сейчас конкретно про этот 83,7. А они растут в цене. Мы знаем, куда мы идем. Мы знаем, что мы стремимся к 1 тысяче евро. Так, помимо всего прочего, у вас еще есть эксклюзивные голоса за вашу активность. Вы принимаете участие в голосовании. Вы принимаете участие в социальном опросе. Вы принимаете участие в рекламной кампании. Вы голосуете этими голосами, проявляя свою активность. И каждый голос имеет вознаграждение. Вот наше уникальное предложение. Вот в чем сейчас состоит уникальность продукта платинкоин. Продукт это минтинг юнит. Это, грубо говоря, ключ к колоссальной экосистеме. Экосистема – наши продукты. Это социальная сеть, это биржа, это аналитика, это дебетовые карты, это тысячи магазинов. И, конечно же, возможность добывать платинкоины. Это настоящий ключ к нашей новой уникальной экосистеме. Это целая полноценная криптосистема и имя ей платинкоин, друзья. На сегодняшний момент мы закрываем наш вебинар. Мы проговорили с вами о продукте. Еще раз хочу подчеркнуть, что в отличие от существующей биржи, привлекательность платинкоин, в первую очередь, ее доходы обусловлены тем, что любая транзакция приносит деньги этой платформе. Вы пришли в банкомат, сняли, транзакция пошла в площадку. Вы сделали перевод через крипто-мессенджер, транзакция пошла на площадку. Комиссию заработала площадка. И помимо всего прочего, торговля на бирже, каждая транзакция – это комиссия. И, конечно же, это магазин. Любая покупка сопровождается комиссионными. И любая транзакция, по сути, имеет комиссионные. То есть, вы должны понимать, насколько это все-таки выгодно, насколько это интересно. Итак, друзья, ну что ж. Тогда давайте сейчас перейдем в чат. И я готов ответить на ваши вопросы. Если вы согласны с теми жизненными ситуациями, которыми я вам описал, по поводу того, что вы пользуетесь стикерами, по поводу того, что вы искали кошелек, вы закрывали, вы там что-то нервничали, вы просто напишите. Вот я просто хочу получить от вас обратную связь. Я вот больше чем уверен, что вы это все чувства переживали. Кто-то страх, кто-то панику, кто-то непонимание. Вы закрывали, уходили и как бы не пытались вернуться к этому вопросу. Вы делаете стикеры с Алики, поэтому, пожалуйста, друзья, поддержите меня в этом вопросе. Когда кукола, когда выход на BitForex и когда именно осень у нашей биржи? Гелк, здесь очень хороший вопрос касательно BitForex. Это неделя, может быть, следующая неделя в связи с апдейтом самой биржи BitForex. Это информация от нашего генерального директора. А касательно нашей биржи, тут уже надо ждать информацию исключительно от руководства. То есть, пока что мы оперируем только тем, что у нас есть. Мы на каждом посещении, на каждом мероприятии, вплоть, которое было в последний раз, это на Bitcoin Mundial в Латинской Америке. Презентовали и анонсировали данное СИО еще мы летом. И вот уже под конец лета закончили в Латинской Америке. Ну и даже сейчас у нас начинается интересное мероприятие. Вы тоже скоро будете узнать о всех предоставщих мероприятиях, где мы будем представлены из нашего блога, а также из нашего телеграм-канала, где мы будем презентовать, где мы будем анонсировать и свои продукты. А также можете почитать в социальных медиа. То есть, есть уже множество статей, множество ресурсов, которые описывают и берут интервью, как у нас, так и мы описываем себя. Так, когда будет задействован Eleven? Александр, в принципе, он работает, но сейчас это демо-тест, это тест-версия. То есть, вы можете принять участие, просто позвонить, общаться, связь отличная, завести канал. В принципе, можете подписаться на множество каналов, которые там уже есть, которые там уже действуют, либо же использовать его в качестве основного средства коммуникации. То есть, сейчас он выполняет свою функцию по коммуникациям на все 100%. Поддержка чатов, поддержка каналов, аудиосвязь, видеосвязь, переписка. Так, Владимир, вы обещали рассказать про биржу в сечении 2.0. Владимир, вот я как раз таки сейчас про нее и рассказал, про все ее возможности, про все ее интересные особенности. Я как раз таки уделил время нашей площадке в сечении 2.0. То есть, это некая площадка по поводу единого окна, где и биржа, и торговля, и аналитика, и магазины, и дебетовые карты, и еще и подключены социальные сети. Так, я 3 месяца назад звонил, крутая связь, окей. Владимир, по поводу дебетовых карт, давайте сейчас не будем искать истины там, где ее нет. Я понимаю, что слоган фикс-файл истина где-то рядом, но смотрите. Давайте не выдумывать ответы на несуществующие вопросы. Поскольку сейчас у нас информации о дебетовых карт на этой платформе, их нет, и, соответственно, ответа на вопрос ваш тоже нет. Поэтому я рекомендую попросту, давайте дождемся уже официальной информации, я всегда всем рекомендую работать исключительно с официальной информацией. Не где-то кто-то перепроверил или кто-то сказал, слух пустил, а только от официального источника. Это наш блог, это вебинары, это телеграм-каналы, либо же сообщения на почту от отдела поддержки. И еще обращаю ваше внимание по поводу официальных каналов. То есть вот сейчас вы на блоге могли уже видеть статью о безопасности. То есть безопасности, вашей безопасности и ваших куинов. Поскольку чем популярнее становится проект, тем больше он привлекает к себе, грубо говоря, нехороший контингент. То есть там мошенники тоже интересуются. Это, в принципе, тоже, грубо говоря, показатель, что если нами заинтересовались уже определенные личности, то значит мы являемся популярными и интересными. Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами безопасности. Я не просто так проводил для вас вебинары, чтобы вы сохранили ключи, разбирались в ключах, в публичных, в приватных, в паролях, в пин-кодах, как сохранить, экспортировать, удалить. То есть почему? Потому что бывают случаи, когда невозможно защитить вас. Вы должны защищаться сами. Если вы просто сейчас выйдете на улицу и расксерите паспортные данные, ксерокопию своего ИННа, СНИЛСа и прочих документов, то, конечно же, это может обернуться для вас плохими вещами. Если вы наделаете дубликатов ключей и раскидаете их по своей остановке, то и в подъезде, то, конечно же, чреват о том, что вашими же ключами вашу же квартиру откроют и заберут какой-нибудь ценный предмет. Поэтому всегда используйте банальные правила безопасности. То есть сохраняйте ключи, не открывайте никому конфиденциальную информацию, не открывайте письма, которые приходят неизвестно от кого, не открывайте, не скачивайте файлы в Телеграммах, тем более в Скайпах, там столько сейчас всякого плохого ходит. Ну, просто обеспечьте сами себе, обеспечьте свою безопасность. Это важно. То есть если не вы, то уже никто. Так, у всех звука нет, или только у Михаила. Так, а уже известно, что на площадке можно купить и увеличить ли на этом начисление доступно для покупки площадки. Кеф, честно не могу сказать насчет того, что будет на площадке. Вот, ну, нет информации. Поэтому давайте не будем гадать, давайте просто дождемся. Я уверен, что когда эта площадка будет, то все ахнут. Вот просто. Я знаю, что мы можем, я уже видел то, что происходит у нас в мессенджере, я уже видел, что может наш мессенджер, какая это возможность для бизнеса, да, просто вести свою страничку и продавать с этой же странички без использования третьих сторонних компонентов. Ну, это просто космос. Ирина, нет. Минтинг юнит – это минтинг юнит. Отсыпка по старым пакетам происходит согласно табличке, которая рассчитывается исключительно из академбаллов. То есть, но это не минтинг юниты. То есть, по поводу минтинг юнита тоже, пожалуйста, на блог. Ссылочка на блог у нас есть в чате. Можете просто сейчас открыть, выбрать раздел «Платинкон» и почитать касательно отгрузки из общего баланса в доступный. То есть, вся эта информация, она расписана с табличкой, с калькулятором уже есть на блоге. Пожалуйста, можете использовать. Также рекомендую распространить эту информацию среди своих партнеров, новичков, знакомых, чтобы они тоже были в курсе, что у нас есть ресурсы, которые уведомляют партнеров о всех движениях, которые есть у нас на платформе. Также я сейчас вам сброшу ссылочку на наши каналы в Телеграм. Это канал, посвященный торгам. Там, кстати, ребята отработали 7400, но не дошло до 7500. Но, тем не менее, цели все, которые они говорят, там все отрабатывается. Это по торговле. Там, кстати, есть бот. Кстати, там даже есть бот, который делает классные штуки. Он платит вам за вашу активность. Поэтому, друзья, спросите у вашего спонсора, что такое, тут мы рассказываем. И не можете врываться, можете получить еще один источник дополнительный. И сейчас еще дам канал на информационный канал. Это наш PLC-чанел, где описывается, что происходит. То есть, как себя вести в случае, когда у нас проводится вебинар. А также же какие-нибудь новости касательно этих работ, либо же поддержки. Все вот как бы на этих последних двух каналов все это есть. До конца ноября Security Box будут тем, кто участвовал в акции. Владимир, да, как раз таки с ноября и планируется раздача PLC Security Box тех, кто принял участие в акции. Списки у компании есть, адреса у компании есть, письма люди получали. Те люди, которые ответили на письма, подтвердили свой адрес. Конечно же, это планируется уже в этом году, до ноября этого года. А голоса до ментинг юнитов? А голоса до ментинг юнитов? Алекс как-то говорил, что умножено, если не ошибаюсь, первый раз такое слышу, что Баррик говорил, что голоса умножить до 20 раз. Это как-то первый раз такую информацию слышу. Голоса, которые здесь касательно поставлены пакетом, они соответствуют, в принципе, новым, нынешним. То есть, практически один в один. Только раньше не было такого объема пакета. Так, класс. У нас сегодня вебинар проходит просто замечательно, друзья. Что еще? Может быть, какую-то интересную тему на пятницу возьмем? Маркетинг или техничку? Что лучше? Честно, я не помню, чтобы умножили голоса на 20 раз. Я впервые такое слышу. Техническую часть, Дамир. Ну, подготовлю. Что-то интересное подготовлю касательно... Потому что, кстати, сегодня огромное количество людей просто спрашивали касательно блокчейна, касательно хэш-транзакций. Может быть, уделил внимание вот именно самому блокчейну. То есть хэши, входы, выходы. Читать блокчейн тоже нужно уметь, поэтому, наверное, сделаем в пятницу совмещение. Вот Александр просит маркетинг. Маркетинг хорошо. Может быть, совместим техничку и маркетинг. Да. О, Елена тоже маркетинг просит. Владимир Коин, который вам будет отгружать про отгрузку Коина. Все информация есть на официальном канале, вернее, на официальном блоге. Просто кликните на PLC Secure, на блок, выберите PlatinCoin. И давайте я вам сейчас сброшу информацию по отгрузке. Вот она, статья про PLC. Отгрузку. Просто смотрите, да? Вот касательно отгрузки. Вы же должны понимать, что очень важной критерией является ситуация на рынке. Вы видите, что происходит на рынке. То, что 90% всех Коинов попросту потеряли больше, чем стоили, наверное, на выходе. Это очень плохо. Это на самом деле катастрофа. Мы же не показываем катастрофических провалов. Мы идем в одном, грубо говоря, импульсе, в одном ключе. Придерживаемся той стоимости, которую мы, в принципе, и видим у себя в кабинетах. И то, что мы на этом году презентуем, вот это и повлияет на рынок. Наша платформа, наш мессенджер, это же все, конечно же, оказывает влияние на рынок. И, конечно же, с этим влиянием на рынок, с этой ситуацией на рынке будет меняться отгрузка. Но вы должны понимать, что 36 месяцев это максимальный срок, за который все платинкоины, которые у вас есть в общем балансе, они будут вам доступны. То же самое касается ментинг-юнита. Каждый день человек получает определенный объем платинкоин, и ровно 3 года, ровно 36 месяцев он будет его получать. так... окей, ну что, друзья, 7.44, 19.44 на моих часах, надеюсь, они мне не отстают, вроде бы не атомные, но не отстают. я даже другие чаты сейчас посмотрю, никто ничего не спрашивает. Хорошо, друзья, ну что ж, давайте тогда поставим атомку нашему вебинару. То есть, мы уже темы понимаем, что значит комбинация маркетинг и техническая часть, тогда я постараюсь сделать такой лайтовенький, интересненький вебинар касательно технической части по блог-эксплореру, да, по кошелькам мы с вами уже работали, а по блог-эксплореру будет, наверное, интересно узнать. И вот это интересно постараюсь дать в максимально легкой форме, чтобы было понятно и никто не попытался закрыть вебинар, потому что аааа, сложно, сложно, чтобы этого не было, чтобы никто нас не переживал. Хорошо, друзья, я благодарю вас за вашу активность. Продолжение следует...